Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Осень вступила в свои права, и французская в том числе. Один из вариантов провести этот сезон культурно и на французский манер предлагают нам гости сегодняшнего эфира. Заместитель директора по развитию культурных и образовательных программ «Альянс Францесс» Самара Юлия Гореева. И архитектор Мария Храмова. Здравствуйте, Юлия и Мария. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с чего началась французская осень в Самаре? И когда, главное? Французская осень уже шагает большими шагами по Самаре. И первые события состоялись еще в конце сентября. У нас уже прошел лингвистический брейн-ринг. Состоялся первый показ французского фильма. Показываемый фильмом на французском языке с русскими субтитрами. И вот буквально два дня назад состоялось открытие фестиваля. Официальное открытие вместе с открытием выставки с названием «Переосмысляй Париж». Кстати, вы принесли фотографии, можно их посмотреть. А вы прокомментируете. Ну а пока самое яркое, это, наверное, было начало презентации, да, вот этого фестиваля. Где это проходило? Открытие выставки происходило в музее Модерна. Это все было 3 октября, непосредственно во дворе музея. И там сейчас тоже можно посмотреть работы, которые представлены в рамках выставки. Вот со мной здесь находится Мария, которая может... Вот мы сейчас, да, Мария, мы послушаем. Пока вот прокомментируйте, пожалуйста. Это Эммануэль Мезонойв, это писательница, детская писательница, которая приедет в Самару. Жан-Робер Виоле, репортер, журналист, который покажет фильмы. Это, наверное, его работа, да? Нет, а это выставка, которая открывается на следующей неделе о климате и чрезвычайной ситуации. Будем рассказывать школьникам о проблемах климатических. А вот это фотографии с выставки о спорте. Уже ближе к концу фестиваля мы будем показывать вот такие замечательные фотографии, которые собраны со всего мира. Это вот наша афиша выставки. Ну куда же без кухни, да? Конечно, обязательно. А вот это фотографии с лингвистическим брейн-рингом, который был посвящен Дню европейских языков. Да, уже, казалось бы, времени прошло немного, но мероприятий достаточные. Все на разной тематике. Здесь и экология, и кухня, действительно, география, и журналистика, и фильмы разнообразные. Мы стараемся предлагать мероприятия для разной публики, потому что мы знаем, что французской культурой интересуются и дети, и взрослые. И это люди, которые занимаются совершенно разными направлениями деятельности. И поэтому хочется, чтобы каждый нашел в нашем фестивале какое-то интересное событие. Да, даже архитектурная составляющая есть в вашем фестивале. Вот сегодня ее Мария представляет. Скажите, пожалуйста, из чего же она состоит? Нам очень приятно, что мы участвуем уже второй раз. Мы вообще в мастерской урбанистики, я представляю, как руководитель. Вот мы с Дмитрием. Мы участвуем уже второй год непосредственно в фестивале «Французская осень», а так мы всегда, Альянс Францесс всегда является нашими партнерами, нашими друзьями, и нам очень приятно, что мы принимаем участие. И вот второй раз, и именно с архитектурной точки зрения. Архитектурные мероприятия, как Юля сказала, что разные категории, разные группы, чтобы людей могли посетить. И вот именно для профессионалов, для студентов, для людей, интересующихся архитектурой, у нас проходит не только выставка, но мы стараемся еще сделать серию лекций или там экскурсий, мероприятий. Вот в прошлом году было по садам, мы там проводили экскурсии для детей, или разные лектории. Сейчас это будет тоже на серии лекций, которая посвящена непосредственно выставке самой. Это будет лекция Елены Якунина. Она будет представлять как раз вот этот проект, который был создан, переосмысляя Париж. Это было проведено с помощью арсенала, французского арсенала и мэрии Парижа. Это был заказ от мэрии Парижа. Даже во Франции, все это было во Франции. Да. А в чем такая возникла необходимость переосмыслить Париж? В чем тема идеи этого проекта? Потому что так всем все нравится и так хорошо. Это очень интересно. Но у каждого города же есть свои проблемы. И в Париже это тоже насущная проблема. Потому что как бы, да, со стороны не казалось бы, что у них как бы все хорошо и город красивый. Но есть места и территории, здания, которые там... Требуют перезагрузки, наверное, какой-то. Да, да, требующие перезагрузки. И именно вот как раз очень характерно для этого проекта, что это локальные места. Это локальные. Это не глобальная перепланировка или там какие-то глобальные проекты в Париже. Это очень такие локальные. И еще, чем характерны эти проекты, что они не архитектурные однозначно. Они сложные. То есть это занималось консалтинговое бюро. И там авторами проекта были и архитекторы, и сообщества, которые будут использовать эти территории, экономисты, социологи. То есть это команды представляли проект, который будет жить в дальнейшем функционально. То есть вот победители, сначала было 800 команд, из них отобрали в итоге 23. 23 места, и они сейчас реализуются. А как все это можно применить к Самаре или в Самаре? Чем вот этот проект такого далекого Парижа будет полезен и интересен самарцам? Даже увлекающимся Францией, любителям, франкоманам и так далее, и просто горожанам. Вот тут есть какая-то... Ну, мне кажется, что это очень важно, во-первых, профессионалам, с одной стороны, да, вот как раз Елена Якунина, она магистр Леонской школы архитектурной, она расскажет суть, в чем заключалось это. Но это новые методы работы с проблемными какими-то зданиями, территориями. То есть это для профессионалов будет интересно. А обычным людям, которые как бы не специалисты в области города и архитектуры, им будет интересно сами проекты, как изменится Париж. То есть посмотреть вот эти предложения именно с точки зрения изменения. Очень красивые проекты, они интересны, чисто визуально, и люди, которые, может быть, знают какие-то места в Париже, и они сопоставят свои там знакомые. Как это изменится? Да, как изменится. Со временем. Юля, расскажите, пожалуйста, кроме архитектуры, что еще будет интересно, вот если систематизировать этот фестиваль, как, когда, что будет? Вообще, нужно сказать, что особое место в рамках этого фестиваля занимают именно выставки. У нас целых пять выставок, и они будут происходить на разных площадках, в том числе и в самом Альянсе. В Альянсе будут проходить выставки, которые являются результатом тоже больших мировых конкурсов по теме климатических изменений и также на тему спорта, зная, что следующий год будет отмечен. Спортивными событиями мы решили в конце выставки предложить вот выставку на тему спорта, и там будут представлены спортивные состязания и фотографии с различных спортивных площадок со всего мира, то есть там будут также экзотические какие-то виды спорта. Таким образом, выставки и визуальное искусство – это фильмы, французское кино, которое мы никогда не забываем, и нам кажется, ни один фестиваль не может пройти без французских фильмов, тем более, что мы их демонстрируем на французском языке с русскими субтитрами. И есть возможность и для людей, которые любят французский кинематограф, посмотреть эти фильмы, и также для тех людей, которые изучают французский, для того, чтобы услышать еще раз мелодию французской речи, насладиться и понять, насколько хороша они знают этот язык. И даже интерес в том, чтобы голоса истинных актеров услышать очень интересные. Вот, Ленький, так скажем. У нас есть ролик, который вы предоставили. Реклама такая небольшая этих фильмов. Давайте его посмотрим. Не пропустите! Международный фестиваль «Французская осень» пройдет в Самаре с 25 сентября по 11 декабря. На вечерах французского кино вы увидите 6 фильмов на языке оригинала с русскими субтитрами. Каждые две недели в «Киновертикале» с 25 сентября по 11 декабря. Подробности на сайте кинотеатра и «Альянс Французская Самара». Итак, если дополнить информацию по фильмам, где это будет показано, в какое время, для какой публики? Фильмы мы показываем каждые две недели. Один фильм в кинотеатре «Киновертикаль» в вечернее время, поэтому после работы, пожалуйста, милости просим смотреть фильмы на французском. А вот заранее узнать информацию о том, тот или иной фильм будет, и когда, и где можно? У нас сейчас вся информация о фестивале представлена на сайте «Альянс Францесса», а «фрус.ру» можно заходить, смотреть. Если какой-то информации пока нет, то она появится в ближайшее время, потому что событий очень много, и не получается сразу всю информацию предоставить. А достаточно публики, если проанализировать прошлые показы фильмов на французском языке, собирается достаточная аудитория? Есть к этому интерес? Даже не в рамках фестиваля, а вот просто. Вообще, в целом, отмечается некоторый спад интереса по отношению вообще к кинематографу. Это вот из общения с другими людьми, которые в этой сфере работают. И, конечно, хотелось бы, чтобы наши залы были более полными, потому что на данный момент, конечно, места свободные есть, и поэтому мы хотим это анонсировать дополнительно и пригласить людей, потому что французские фильмы всегда очень необычные. Это фильмы, которые заставляют задуматься о различных проблемах. Это фильмы не такие, которые посмотрела и забыла. Это фильмы, которые вас меняют и которые нужно смотреть для того, чтобы измениться и понимать вообще, как живет Франция и какие проблемы сейчас волнуют французов, но и не только французов, но и всех нас. Да, конечно, сейчас в эпоху глобализации такой тотальной это все взаимосвязано. Я знаю, Мария, что вы не только Парижем занимаетесь и вот вместе с архитектором переосмысливали этот город, но еще и к Марселю имеете какое-то отношение. Расскажите об этом. Ну, это такая, в общем-то, личная история, да, что у нас учится сын в марсельской школе, в архитектурной, но это не как бы... То есть на выставке Марсель никак не будет представлен? Там будет лекция, да. А лекция? Лекция, да, на тему Марселя. Мы подумали, что, в общем-то, крупный город Франции, он считается вторым городом Франции, и мы вот несколько лет наблюдаем за его развитием, как архитекторам нам это интересно очень. Вот. И там, конечно, идут другие процессы, чем в Париже, вот если сравнивать эти проекты. Он более... какие-то действуют... более глобальные там программы развития для него, потому что, ну, Париж уже он был всегда на него в первую очередь, да, ему уделяли внимание. Вот. Сейчас, вот с 13-го года, когда Марсель был культурной столицей Европы, стало такое активное развитие прям целыми частями города. Промышленные территории меняются. То есть вот это очень интересно. Очень интересно. Тем более и Самара. Вот аналогично у нас есть и промышленная зона, у нас есть и культурный исторический центр. Ну, вот как раз по этому поводу и хотим провести лекцию, да, это развитие, как там, новое отражение мы называем, то есть так как это морской город, у него своя специфика. Порт, конечно. Да. И вот у него такие особенности развития. Такие... расскажем про... ну, они достаточно крупные проекты. Если здесь это локальные территории в городе, то там достаточно крупные такие масштабные проекты, которые проводятся. Вот. Да. Ну, и куда, как мы уже упомянули, французскую кухню, куда же без нее. Скажите, пожалуйста, можно ли же где-то будет даже попробовать блюдо? Да? Да. Не просто посмотреть на картинках, на выставке. Мы никак не можем упустить из виду французскую гастрономию, потому что это одно из самых таких ключевых направлений, в которых Франция развивается особенно быстро и особенно знаменита она именно своей кухней. И поэтому мы хотим пригласить всех зрителей и всех интересующихся французской культурой и гастрономии на дни французской кухни и на дни Божжу Ленуво. А в дни французской кухни пройдет также гастрономический мастер-класс, на котором можно будет не только попробовать, но и узнать, как это все приготовить. Это сейчас явление, да, вот эти мастер-классы гастрономические? Ну, я хочу сказать, что это направление вызывает особый интерес у Самарской публики. Все, что связано с питанием, это все люди очень любят. И всегда очень большой ажиотаж создается вокруг вот такого гастрономического мастер-класса, потому что готовит специалист, рассказывает самые потаенные секреты. То есть будут французы? Будет шеф-повар ресторан отеля «Ибис». Нужно сказать, что «Ибис» – это все-таки французская сеть, и там они работают по французским стандартам, поэтому предлагают специальное французское меню, которое, естественно, базируется на самых лучших рецептах французских, поэтому можно будет увидеть, как это все готовится. Ну, а наш волонтер, у нас есть волонтер, которая приехала из Франции, Флоран Строй, расскажет о французских традициях с ее стороны, о том, как готовятся эти блюда во Франции, о том, какие есть варианты рецептов. Поэтому я думаю, что мастер-класс – это будет такое обогащающее мероприятие, с которого можно будет уйти с записями и дома все это готовить. Да, и даже с навыками определенными, раз это мастер-класс. И еще раз хочется уточнить информацию о том, когда и где будет проведен мастер-класс, опять же, на сайте у вас узнавать. Да, у нас на сайте… Такая афиша есть. Афиша есть. Мастер-класс у нас проходит 12 октября. Дни французской кухни, позволь себе, заглянуть в наш флайер, пройдут с 9 по 29 октября. А дни Божжулен-Уво уже в ноябре, потому что уже теперь, я думаю, всей Самарской публике известно, что в третий четверг ноября отмечается День Божжулен-Уво, когда пробуется вино урожая 2017 года. Оно не имеет высокой ценности, но тем не менее продегустировать его и сказать, какой вкус у этого вина в этом году все виноделы, я думаю, считают это своей необходимостью. Поэтому приглашаем вот на Дни Божжулен-Уво, там можно будет как раз попробовать это новое вино и сказать, что за вкус в этом году. Да. Мария, скажите, пожалуйста, как вы приобщились к Альянс Француз? Вы сказали, вот уже два года, как вы не только сотрудничали, но и дружим. Что произошло в вашей жизни? Нет, мы дружим-то уже гораздо больше. Даже больше? Мы сами учились в Альянс Француз, да. Учили французский язык. Учили французский язык, да. И с культурными проектами, но это как бы не в рамках французской осени, а просто участвовали в каких-то мероприятиях. Вот, поэтому мы давно уже, уже, наверное, я не знаю даже. Ну да. Это не помню. Да, мы заинтересовались. Такое ощущение, что уже давно. Очень давно мы дружим, и нужно сказать, что даже, например, вот дизайн Альянс Француз, а у нас он разработан в трех цветах, в цветах французского флага. Это тоже большое спасибо архитекторам Дмитрию и Марии. Вот, благодаря им вот у нас сегодня такой дизайн. А дружба наша уже длится очень давно, и мы всегда со стороны вот Димы и Маши встречаем интерес ко всему, что мы предлагаем, будь то в рамках архитектуры или какие-то другие направления. Им всегда это интересно, и всегда поддерживают это. Мы пытаемся, даже если мы не участвуем непосредственно, мы пытаемся все равно это популяризировать, кому-то рассказать, распространить среди студентов. Вот не могу не уточнить, эффективность преподавания французского языка, вы учили его? Да. Увладеть? Я и сын, и муж даже учил. Поэтому в какое-то время. Да, то есть эффект есть. Потрясающе. Я хочу проанонсировать в данном случае «Альянс Францесс». Это самая лучшая методика, которая, это очень большой рывок, скачок в знании французского языка. Курсы «Альянс Францесс». Конечно. Юля, а «Альянс Францесс» ставится или с помощью фестиваля приобщить к обучению, к изучению французского языка? Конечно. Есть такой? Есть такой, да. И даже вот где, как это можно, за сколько, за какой период времени, тоже сейчас актуально, да? Как скоро я смогу выучить язык? Ну, здесь все зависит от вашей цели, потому что есть люди, которые учат для удовольствия, и тут можно учить его достаточно долго, потому что само удовольствие доставляет просто присутствие на занятиях, общение с новыми людьми и открытие для себя французской культуры через французский язык. Есть люди, которые изучают французский для того, чтобы работать затем с французскими предприятиями. Есть те, которые выезжают во Францию на обучение, таких у нас каждый год очень много, это и школьники, это и студенты, и они сдают экзамены, которые тоже можно как раз сдать в наши организации. И, конечно, на всех культурных мероприятиях мы стараемся сказать о том, что если французская культура вас интересует, то знание французского языка даст вам еще больше в понимании этой культуры, потому что язык – это часть культуры. И для того, чтобы понять для себя эту французскую культуру, конечно, нужно изучать язык, потому что и в самом языке, и через этот язык мы можем знакомиться с какими-то материалами, которые недоступны на русском языке. И, конечно, изучение языка очень сильно приобщает людей к французской культуре, и мы очень советуем, поэтому приходите, мы готовы открыть двери для всех. В настоящий момент происходит всплеск интереса к языку, или спад, или нейтрально, в принципе, в течение последних лет стабильное количество интересующихся любителей. Вы знаете, на протяжении последних лет интерес достаточно стабильный, можно сказать, потому что все-таки французский язык – это удовольствие в первую очередь. И мы, проводя исследования, с какой целью люди приходят к нам изучать язык, конечно, в первую очередь люди указывают самообразование и удовольствие. То есть изучать язык, знакомиться с новыми людьми, постигать что-то новое, развивать свой мозг, потому что иностранные языки – это очень полезно для всего организма, для мозга. Поэтому люди продолжают интересоваться. Мы вот буквально вчера побывали в одной из школ, где французский язык стал преподаваться, начиная с этого года. Как хорошо такое явление! Наконец-то появляется язык новый. К нашему сообществу изучающих французский язык еще приобщилось аж 400 человек. Это какая школа? Это школа, которая в Южном городе находится. Вот. Хорошо. Жители Южного города будут говорить о французском. Да, и нам это очень приятно, что к французскому языку возникает интерес. А ввиду того, что сейчас два языка будут обязательными в школе, я надеюсь, что второе место займет французский язык, потому что Альянс Францесс поддерживает идею мультилингвизма. Мы понимаем, что английский язык, он сейчас необходим, но знание французского языка – это огромный плюс как к развитию человека, так и к его образованию. И поэтому знание французского языка, я думаю, что будет... Никому не помешает. Конечно. Доставит действительно очень много удовольствия. Вот удовольствие, ключевое слово. Мария, ведь Париж недавно приобщился тоже и с архитектурной точки зрения к России. Это вот русский духовный центр, по-моему, где-то там. Да, на набережной Сены, да, был построен. Вот что вы советуете? Вы были наверняка в Париже, что вы советуете посетить? Я была, да, в ближайшие годы мы не были, вот, то есть открытие, вот, и сам этот центр я не видела. Да, то есть я не могу ничего лично сказать об этом. Вот, но вообще Париж очень интересный город с точки зрения архитектуры и именно города. Тут даже очень сложно выделить именно архитектуру отдельно. То есть там настолько все переплетается вот в единую какую-то среду. То есть там и современные, несмотря на то, что Париж, да, мы знаем, он достаточно консервативный город, его центр, да. Сейчас уже меняется даже этот подход. Да, там как бы запрещена, да, высотность вот эта, мы знаем все. То есть там все эти улицы перепланированные в свое время, то есть это все живет, как задумано было, бульвары. Но вот эти внедрения небольшие, современных зданий, каких-то новых пространств общественных, вот это очень интересно и очень гармонично это все происходит в старом городе. Да, Юля, у вас есть любимые места? В Париже? Которые вы могли бы порекомендовать, чтобы же программа практичное значение тоже имела. Знаете? Если поеду в ближайшее время, то что это значит? Интересно, какие интересные места. Ну, вот с точки зрения архитектуры, мне кажется, и мне со школы об этом говорили, или потом продолжили в университете. Интересной является, вот, например, постройка центра Жоржа Помпиду, это центр современного искусства, в котором трубы и все коммуникации вынесены наружу. И очень интересно это здание. И мало того, рядом с ним тоже очень много всего интересного происходит. И однажды я там побывала, там выступал французский мим. И все это абсолютно было открыто и свободно. И вот эта атмосфера Парижа, современности, искусства, оно все, вот, мне показалось, сосредоточено рядом с этим. Как центр такой вокруг него образуется, культурная какая-то жизнь. Да, и вот слово атмосфера, да, это тоже такое французское, да. Вот когда говоришь атмосфера, и сразу думаешь, что вот у каждой задумки, вот, что касается Франции, да, есть своя какая-то атмосфера. Что касается музыки, очень многие любят французских исполнителей, ну, шансон, это слово, которое в нашу жизнь тоже вошло прочно. Что-то будет на фестивале? Кто-то? Да, к сожалению, не будет французского шансона, но будут французские музыканты, к нам приедут солисты ансамбля «Дезекилибр». Это первая скрипка, они с пика, и музыкант, который будет играть на рояле, они выступят в дуэте. И в этом году мы предлагаем в таком интересном формате концерт в стенах музея. То есть это будет не только восприятие музыки, это будет нахождение прямо в самом эпицентре искусства, будут окружаться музейные стены, и будет слушаться французская классическая музыка в исполнении замечательных музыкантов. Мы всех приглашаем, это будет 20 октября, концерт, в рамках которого будет исполнена французская музыка. Да, музей модерна. Тогда еще будет идти выставка, я хочу сказать, что люди, которые пришедшие на одно мероприятие, они могут заодно посмотреть, посетить выставку, которая во дворе находится, это все доступно и открыто. И многофункционально. Я знаю, что раньше Альянс Францесс сотрудничала активно с вузами, с студенческой молодежью, аудиторией. Сегодня это продолжается, контакт? И даже спектакли ставили в каких-то вузах, мне кажется, театральные постановки такие были. Вот сегодня это развивается? Да, мы продолжаем взаимодействовать со студентами, потому что студенты – это такой актив, который мы привлекаем на большинство наших мероприятий, потому что это те люди, которые еще формируются, которые определяются в профессии, в своей будущей деятельности. Одной из главных идей Альянса и вообще культурных мероприятий – это обмен. А вот этот обмен, мне кажется, со студентами в первую очередь позволяет им сформировать какие-то точки зрения, какое-то видение мира. И вот, в частности, например, относительно встречи с Жаном Робером Виоле, мы планируем встречу со студентами для того, чтобы учащиеся факультеты журналистики могли посмотреть, как работают в реальности французские репортеры, с какими трудностями они встречаются, в чем состоит суть их работы, в чем интересные стороны, в чем, может быть, сложности какие-то. И, в частности, например, в рамках выставки «Переосмысляй Париж» мы тоже вот Марию просили осветить эту информацию в университете, потому что студенты архитектурного университета, они уже на протяжении многих лет привлекаются к мероприятиям, которые имеют архитектурную направленность, всегда с их стороны большой интерес. И, мне кажется, это очень важно. И мы будем продолжать действовать в этом направлении. Помимо всего прочего, у нас есть еще специалисты, в альянсе, который занимается как раз продвижением сотрудничества между вузами, помогает вузам находить партнеров во Франции, поддерживает развитие таких программ, как программы обмена между студентами, программы двойного диплома. И у нас, нужно сказать, все больше и больше возникает вузов, которые имеют программы двойных дипломов, то есть студенты учатся в Самаре, затем выезжают во Францию на обучение и получают в результате двойной диплом и французский, и русский. Это вообще замечательно. Да, такая практика есть. И все это можно узнать. Как это все организовать, обучение у вас тоже, да? Да. Можно с консультациями обращаться, да? И информация, это не бесплатная, надеюсь, первоначальная информация? Конечно, конечно. Альянс Французский – это общественная организация, и вообще большинство мероприятий, которые мы проводим, они бесплатны, доступны. Вот за исключением фильмов и концертов музыкальных, все остальные мероприятия, они открыты для публики, можно приходить абсолютно бесплатно. Да, я уточняю, потому что кто-то, может, послушает и подумает, что это вот нужно платить. Все бесплатно, да. Да. Ну, еще хочу раз вернуться к выставке, все-таки это такое ключевое направление, получается, архитектурное. Просто так получилось, что открытие было, как бы, вот этой выставкой, поэтому мы как-то… В каком формате будут представлены экспонаты? Вот что интересно, насколько это современная эта выставка? Это же не просто вот там какие-то фото на стене. Как это будет все выглядеть? Вся экспозиция представляет собой объемные конструкции, на которых представлены, да, фотографии в первую очередь, и еще описание этого проекта. Там как раз самые ключевые моменты, то есть на французском и на русском языке, то есть зрители могут прочитать суть этого проекта. Там даже написан лозунг этой команды, то есть чем руководствовались, да, архитекторы, когда вот делали… Ну, там не только архитекторы, а вот команда, кто делал этот проект, чем они руководствовались. И там показана карта, где располагаются эти объекты по городу, по Парижу, то есть можно соотнести. Вот, и такое основное описание всего этого проекта, и на русском, и на французском. То есть, в общем, зрители могут это все увидеть. И это в таком свободной прогулке по двору музея модерна, потому что они расставлены в пространстве у нас, эти конструкции, можно вот гуляя все это посмотреть. А у вас не возникло у архитектурного сообщества такой идеи переосмыслить Самару тоже, подойти вот с какого-то иного взгляда, вот комплексно, да, так вот? Есть такое желание? Это есть, да, конечно же. Для этого мы, собственно, и показываем это, для того, чтобы понимать методы новые, потому что тут принцип в инновационных методах организации проекта. Вот в чем дело. И сейчас, на данный момент, конечно, это очень сложно с точки зрения коммуникации, с точки зрения механизмов создания таких проектов у нас в городе, в частности. Но мы надеемся, что как бы вот со временем, говоря об этом, рассказывая об этом, как-то может что-то изменится. Потому что мы не можем, пожалуйста, что общественность не подключается, да? Вот у нас все-таки активные граждане, они вот любят и интересуются. Ну да, да, конечно, Самары волнуют проблемные. Неравнодушно в отношении архитектуры, вот нельзя так сказать про наш город. У нас остается буквально-то вот чуть больше минуты, Юля. И скажите, пожалуйста, какие-то ключевые мероприятия, может быть, какие-то еще даты назовете, ключевые, опять же, что нужно обязательно посетить. И когда все это закончится? Чтобы мы знали уже вот этот временной промежуток. Ну, о чем мы сегодня еще не сказали, это что будет у нас еще выставка фото-журналиста Владимира Луповского. Это московский фотограф, который представит свою выставку в галерее Формограмма. В рамках этой выставки пройдут также выступления хореографических театров, театра «Скрим». И приедет также Казанский театр, который будет показывать свой французский спектакль. Да, вот так вот. Пройдет также в видеостудии с «Флоранс Трой». Это наш волонтер, но который в первую очередь является специалистом в области видео. Она проведет мастер-класс по теме стереотипы о Франции, их оборотная сторона. И все это будет в качестве выхода представлять некое видео. Другие подробности уже, к сожалению, время истекло. На вашем сайте все можно найти. Спасибо огромное за то, что вы делаете, за вашу любовь к Франции. Спасибо Ивану за внимание. Всего хорошего. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok